ребята всем привет сегодня я расскажу вам на примере этой квартиры как оформлять кухню гостиную если она у вас не очень большой площади как сделать красиво удобно и визуально просторно поехали сегодня я расскажу вам как оформлять небольшие пространства такие как кухня и гостиная на примере этого проекта вы знаете я не буду акцентировать свое внимание на том какой нужно делать дизайн потому что у всех разные вкусы все любят разные стили кто-то современные минималистичные кто-то классические кто-то этнический ну и так далее и тому подобное а я больше расскажу о том как правильно организовывать пространство но конечно и про дизайн немножко расскажу тоже итак эта квартира которую мы назвали французский буржуа и собственно говоря вокруг этого мы выстраивали всю историю все решения которые здесь вы видите они подчинены этой идее но мы сейчас про пространство и так я нахожусь в зоне гостиной здесь мы видим стену с телевизором с музыкальным центром здесь даже есть переносной камин напротив диванная группа и так что я хочу сказать если вы хотите чтобы ваше пространство выглядело просторным то не нужно ставить громоздкой мебели например угловых диванов вот здесь нет углового дивана вместо вот этого угла который по сути-то бесполезным является здесь прекрасной композиции из цветов например да что это нам дает это нам дает воздух воздух который вокруг вот этой мебели так и ходит и мы его ощущаем понимаете вот это очень важно если бы мы поставили большой угловой диван то он бы сожрал весь этот воздух и простор а вот с этой точки зрения обратите внимание пожалуйста на выбор мебели помимо диванной зоны нам нужна зона столовой и здесь у нас есть обеденный стол на 6 персон и у нас есть собственно говоря кухня так как здесь у нас семья не очень большая то собственно и кухня то небольшая и в этой кухне кроется одна тайна в этом интерьере кухонный гарнитур мы прятали для того чтобы он просто не выделялся ну то есть все таки мы считаем что кухонный гарнитур это такая технократическая достаточная вещь ну и нечего к ней внимание привлекать поэтому он у нас максимально лаконичный ручек на нем нет здесь то что вы видите эта ручка выфрезерованная то есть прямо в самом кухонном гарнитуре чтобы сам этот гарнитур смотрелся уж но не совсем уж совсем простым то есть мы сделали вот такие вот золотые вставочки например их видно между кухонным гарнитуром и потолком ну во первых они украшают данное изделие а во вторых они дают мягкий переход между темным цветом и светлым стенам то есть нет этой жесткой границы вот это очень крутая фишка возьмите на вооружение отдельная история с фартуком во первых фартук мы должны были подобрать в цвет кухонного гарнитура чтобы вся вот эта стена уходила немножечко в тени и не привлекала внимание ну конечно зачем же нам к ней привлекать внимание когда у нас есть дорогущие красивущие диваны от рожь бобо понимаете а тут вроде какая-то кухня нет нам этого не нужно но тем не менее фартук в цвет кухни и посмотрите какой он выпуклой формы это тоже сделано специально чтобы задать фактуру но с этим сразу же была связана проблема как в эти выпуклые плиточки склеить розеточки то есть посмотрите здесь сейчас поближе вам покажут то есть мы специально плитки выпиливали для того чтобы сверху рамка розетки накладываясь на плитку не давала щели то есть чтобы не было просто щелей поэтому пришлось выпиливать и внедрять прямо в эту плиточку кстати розетки выключатели тоже под цвет кухонного гарнитура и плитки я хотел что сказать что в небольшом пространстве точно так же как и в большом мы должны управлять взглядом это значит мы должны какие-то неважные элементы интерьера например кухонный гарнитур прятать то есть уводить из зоны внимания а привлекать совершенно другими предметами какими-то интересными дизайнерскими дорогими например как этот диван фирмы рожьба бо это французская компания разработанный придуман этот диван дизайнером марсель вандерс и сделан он по мотивам воздушных шаров то есть если вы посмотрите на его формы то форма воздушного шара очень легко читается и поэтому мы к этой мебели привлекаем внимание она для нас где самое главное а не какой-то кухонный гарнитур который фактически является просто утилитарной мебелью ну то есть мы же там просто готовим и все зачем там сильно-то в него вкладываться вот поэтому здесь центр всего внимания здесь центр сбора гостей здесь мы хотим это рассматривать хотим щупать сидеть лежать ну и собственно все действие это здесь и происходит ну конечно вся эта зона выделена ковром ну и естественно обеденная зона тоже не менее важно поэтому здесь выбран стол итальянской фабрики верти стол и стулья верти и так резюмируем небольшая гостиная тем не менее должна содержать диванную зону не загромождать ее большой мебели чтобы смотрелось легко и свободно это значит не жать мебель в углы если обратите внимание то вот эта длинная консоль она тоже в углы не прижимается то есть есть зазор определенный то есть обязательно должен быть обеденный стол кухню немножко стоит скрыть и сделать ее как бы растворить ее в пространстве и она не очень большая конечно в при таком при таких площадях мы отказываемся от кухонных островов потому что поставить его просто некуда и если выбирать между кухонным островом и столом то конечно стол нужно выбирать обеденный стол потому что мы должны с комфортом сидеть за ним принимать пищу принимать гостей за барной стойкой за кухонным островом этого делать не получается хотя кто-то со мной конечно поспорить скажет да нет все нормально у нас дома так и все хорошо но напишите в комментариях ваше мнение по этому поводу я считаю однозначно должен быть обеденный стол поэтому мы отдаем приоритет ему и как в этой квартире диванная зона мягкая зона обеденный стол и небольшая кухня вот так вот функционально должна выглядеть небольшая кухня гостиной осталось рассказать немного о тех фишках и приемах которые мы здесь дизайнерской точки зрения применили когда вы делаете в своем интерьере молдинги то очень важно учесть следующий момент вот вот это вот молдинги и у нас обязательно появятся розетки и выключатели вот это вот выключатель обратите внимание как он здесь внедрен между молдингами то есть он прямо посередине видите это специально мы высчитывали специальную высоту потому что стандартно выключатели на высоте 900 миллиметров от пола здесь немножко другая высота это сделано специально чтобы он попал ровно между молдингами по горизонтали и по вертикали чтобы здесь тоже он находился по центру это очень важно если вы так сделаете то ваш интерьер будет выглядеть всегда аккуратно и эстетично то есть не будет вот этого бардака вот эта четкость будет придавать дороговизну вашему интерьеру это очень важно здесь я хотел рассказать про покраску когда вы например применяете два цвета светлые темные но неважно там синий зеленый как без разницы то место стыка нужно подойти к нему особенно внимательно вот здесь вот например мы цвет состыковали прямо на углу что не всегда хорошо но в данном случае мы решили сделать именно так потому что это у нас является такой некой границей между кухней гостиной и коридором так вот здесь вот у нас стыкуются два цвета а темный и светлый и вот здесь смотрите молдингов нет с этой стороны а здесь молдинги есть получается что у нас только со светлой стороны сделано вот это вот оформление а лепниной а как это принято во французских интерьерах ну и здесь еще одна фишка это ну как фишка у нас это стандарт темная на темном то есть выключатели не должны выделяться потому что это не главное в интерьере но об этом я уже говорил обратите внимание на цвет здесь темный глубокий серый цвет который вас как бы обволакивает при этом стол белый обратите внимание и на контрасте получается белая на темном как бы привлекает наше внимание оно и правильно это же обеденный стол центр так сказать семейной жизни место притяжения там где мы собираемся и сверху это все подчеркнуто золотой люстрой но она очень легкая воздушная за счет своей формы и дизайна посмотрите она выглядит как будто это то ли фейерверк то ли брызги шампанское говорит нам о том что здесь в общем-то любят праздники любят наслаждаться жизнью то есть и вот этот в дизайне тоже все подчеркнуто то есть темно-серый такой синим оттенком цвет прекрасно оттеняется вот этими золотыми элементами это то что касается цвета но на самом деле квартира темно не воспринимается за нами абсолютно светлый коридор практически белые стены и за счет этого квартира кажется светлой при этом в меру контрастной в меру такой знаете мужской что еще здесь следует сказать обратите внимание на эту стену она вся темная сделано это не просто так не случайно с одной стороны она скрывает телевизор то есть видите черный телевизор и он на черном фоне а это значит он становится невидимым но оно и логично зачем нам вот это черное пятно телевизора на белой стене это всегда выглядит некрасиво привлекает излишнее внимание телевизор для нас не главное поэтому мы его скрываем и так он на черном фоне но и черный фон не просто крашеная стена это каменная гранитная стена которая дает еще блеск и отражение это тоже важно потому что таким образом мы даем как бы дополнительный объем там ведь мы отражаемся немного и постепенно вот это вот темный глянец он как бы нас вот этой темнотой поглощает и дает ощущение глубины пространства то есть это еще один прием с помощью которого мы расширяем пространство вот так вот складывался этот дизайн вот этот интерьер в котором невероятно комфортно находиться и кажется он достаточно просторным а я обращаю внимание здесь всего лишь метров 25 ну то есть там до 30 не так уж и нос вместе с коридором не так уж и много а выглядит все просторно на этом все пишите в комментариях друзья что вы думаете по этому поводу ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал да прибудет с вами муза